Я проявляю сейчас последний доклад. Значит, королевский Алексей, объективные факторы языковых вопросов. Да, и потом все желающие мы можем продолжить. Вот уже обеденное время начинается, но мы можем в куларах как бы продолжить обсуждение. Вот, пожалуйста, милости просим. Значит, Алексей научный журналист, и вот он сейчас расскажет, но тоже милость 5-7, хорошо? Да, я попробую. Пусть никого не обманет названием его доклада, поэтому там есть слово «объективные», но это пока не базируется в никаких исследований, это скорее бы и наблюдения, и не соображения. Но я буду рад, если кто-то эти исследования приведет. В общем, в чем тут штука? К чему относится слово «объективные»? Я встречал довольно много людей, которые уверены, что филологи и лингвисты – это такие люди, которые рассказывают всем остальным, непрофессионалам, как правильно разговаривать. Хотя любой филолог и лингвист скажет, что нет, мы, наоборот, изучаем, как разговаривают люди, как-то порядочную информацию, а вовсе не диктуем. Хотя наверняка есть какое-то влияние филологов и лингвистов на то, как люди говорят, хотя бы потому, что они пишут по учебнике русского языка или какого-нибудь другого. Но штука в том, что, по-видимому, влияние целенаправленных попыток заставить людей разговаривать так или иначе, несмотря на то, что оно обнаружимо, но оно значительно меньше, чем влияние каких-то других факторов, из которых, на мой взгляд, основной фактор – это то, насколько хорошо язык предоставляет доступ к двум вещам. Первая вещь – это, соответственно, коммуникация, то есть способность организовывать некие действия совместные. А вторая – это информация, то есть передача знаний. И вот тут, по моим наблюдениям, основная причина, по которой английский язык сейчас вытесняет русский язык внутри России и вообще стран бывшего СССР, она состоит в том, что у нас, во-первых, изменился сам характер мира, но у нас появился интернет, у нас появились способы получать очень много книг на иностранных языках, не только книг, фильмов, каких-то статей и, самое главное, каких-то текстов в виде, ну, густопроизносимых или записанных в виде каких-то видео или статей в интернете. И вот тут что получается, по моим наблюдениям. Та область, которая изначально, та часть культурного и научного багажа, которая изначально производится на русском языке, она касается либо очень узкой группы своих, ну, грубо говоря, ученые пишут для других ученых, которые занимаются тем же вопросом. Либо она производится как будто бы для самой необразованной и интеллектуально неразвитой части населения. Это мы можем наблюдать, например, по российским фильмам, как бы люди ни ругали, Голливуд, например. В Голливуде снимаются фильмы как для умных и интеллектуально развитых, так и для людей, которым важны, быть может, самые простейшие шутки, там, связанные с всякими физиологическими выделениями, там, руганью и так далее. То есть есть и та, и другая часть. На русском языке явное смещение после распада Советского Союза произошло в области именно вот такой максимально примитивного юмора, максимально примитивных идей. Либо же небольшое количество фильмов снимается с целью поехать на какой-нибудь артхаусный фестиваль, получить там какой-то приз. Это захотят посмотреть только те люди, у которых специфический спорт сознания. Примежуточные живут с ничем не развиты. Если брать интернет, ну там появилось еще одно весьма интересное начинание. Не совсем научные тексты и не совсем журналистские заметки в стиле британские ученые чего-то там доказали. Я не знаю адекватного русского слова, это англицизм просто заюстан и так называемый тьюториум. То есть это что-то, какое-то обучающее видео, какой-то обучающий текст, который человеку либо вкратце рассказывает о какой-то проблеме, либо обучает заниматься некой инженерной деятельностью, может быть компьютерной технологией, может быть какая-то, ну скажем, физическая деятельность, собрать, например, мотор. Эти тексты как раз занимают вот эту самую нишу. То есть вот эту область, которая направлена на людей, которые в этом вопросе не специалисты, ну достаточно развиты или хотя бы хотят развиться. Достаточно для того, чтобы этим пользоваться. И совершенно естественным образом, без всякого плана по внедрению английского языка в русскую среду, возникает некая тенденция, по которой люди, которые говорят означает по-русски, но хотят получать информацию, вынуждены изучать английский и все больше и больше этой информации потребляют на английском. Это усугубляется возможностью поговорить с автором, который предоставляет интернет. Раньше крайне тяжело было поговорить с автором какой-нибудь англоязычной передачи, если это где-нибудь в США. А сейчас, пожалуйста, если это видео в интернете, ему можно написать, задать вопросы. Он, скорее всего, ответит, но русского языка он наверняка не знает, он будет знать английский. То есть вот этот объективный фактор, на мой взгляд, гораздо сильнее, гораздо сильнее подталкивает русскоязычное население к тому, чтобы становиться билингами. Ну, фактически, да, разговаривает на двух языках. И закономерность вполне очевидна. То есть чем более человек интеллектуально развит или хочет интеллектуально развиться, тем с большей вероятностью он захочет быть билингой. Я не думаю, что это результат заговора. Если заговор и есть, то он в других областях. В тех областях, которые связаны были с научно-популярной литературой. Например, многие, я уверен, начинали заниматься физикой и математикой, прочитав детские какие-нибудь книжки типа «Занимательная физика», «Занимательная математика». То есть вот тот пример, как человека подталкивали какой-то интеллектуальной деятельности, если это все исчезает, никуда не деваются, ну, они куда-то деваются, но не целиком те люди, которые хотят в этом в этой области развиваться. Они лишаются материала, они вынуждены его искать где-то в другом месте. Благо, это место есть, но оно на другом языке. Хотел бы подытожить. То есть на мой взгляд, если ставить вот эту проблему исчезновение русского языка из этой интеллектуальной сферы российского общества, в первую очередь надо обратить внимание именно на то, что происходит в самих областях науки и культуры. То есть это, на мой взгляд, следствие, а не причина. Исчезновение языка или как бы ослабление его роли, это следствие того, что у нас исчезает вот этот промежуточный слой, в бывшие советские времена весьма обширным, а сейчас сузившийся до, ну, скажем так, деятельности отдельных энтузиастов. Явно государственные программы это уже не входит. Спасибо большое за такой неожиданный аспект. Я вот хочу сказать, что я как детский писатель веду ряд издательских проектов по изданию «Познавательные книги», они с трудом идут, но все-таки что-то удается делать, но вал, огромный вал переводной литературы на русском языке существует. То есть как бы получается, что действительно свет истины восходят там, и нам надо все переводить, а наши книги переводятся в состояние примерно 1 к 100, то есть из детской, познавательной и прочей литературы переводятся на другие языки, немецкий, французский и английский, буквально там 1 сотая часть, по сравнению с того, что переводится здесь. И вот то, что сказал Алексей, это очень важно, мне кажется, как раз для заполнения вот того треугольника, который он сказал вчера, что у нас вот есть продленные эксперты, которые существуют в науке, и значит некая пустота такая коммуникационная, и дальше уже вот этот, так сказать, простой люд, который может там так или иначе. Вот нам как раз нужны механизмы по организации саморегуляции нашего сообщества, и вот конференция мультидисциплинарная это один из лучших, так сказать, механизмов, на мой взгляд, но мы очень многое потеряли, потому что вот в нашем институте был такой семинар московский по биофизике, Михаил Ильич Маркиштейн вёл, и собирались биофизики вообще со всей страны там, и, так сказать, со всей Москвы и выступали. Теперь этого нет, и вот такие встречи и коммуникации очень важны, мне кажется, потому что, естественно, у них доклады на русском языке, и мы само собой, как бы, получается, мы понимаем друг друга, развиваем. Так, дорогие коллеги, значит, сейчас у нас будет небольшое обсуждение, нас еще не выгоняют, Александра, из вашей аудитории, нет? То есть у нас есть 5-10 мест... Да, и на перерыв, все желающие идут обедать, а, так сказать, те, кто хотят, вот, как бы, задать вопросы, докладчикам выступить, милости просим, подходите сюда поближе, присаживайтесь, и мы уже в таком более вольном, так сказать, варианте вот продолжаем беседу.